ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Про бизнес» и ее ведущая я, Альмира Сатабаева. Сегодня тема нашего эфира – казахская национальная посуда. К примеру, это астал. Астал – это исконно казахско-национальная посуда для подачи горячих блюд, к примеру, бешпармах, плов и мясо. Главное преимущество экологической продукции в том, что, допустим, в астал бешпармах долгое время не остывает, а древесина передает нарядный вид праздничному столу. Меня зовут Никитенко Роман, я предприниматель. Мою жизнь, наверное, можно поделить на несколько крупных этапов. Первый этап жизни – это был спорт, где 10 лет я профессионально занимался триатлоном. И второй этап жизни – это уже моя предпринимательская деятельность в сфере бизнеса, развитие различных мелких проектов у меня были. Ну и, конечно, нашей основной компании «Блэк», в которой я сейчас работаю. Учился, у меня два высших образования. Первое образование – спортивное, тренер-преподаватель. Второе образование – уже экономическое, менеджмент, университет международного бизнеса «Алматинский». Последние 10 лет я уже занимаюсь управлением. Это была и художественная студия, это был и магазин одежды. И вот последние 7 лет я работаю в нашем семейном бизнесе компанией «Блэк». Это наша семейная компания, семья Никитенко, которую создал мой отец 30 лет назад, 31 уже год назад, в 89 году. Она образовалась и по сегодняшний день она успешно работает, развивается, открывает новые филиалы, изготавливает очень интересную и сложную продукцию. С личной жизнью все тоже у меня в порядке. У меня супруга и трое детей замечательных. Здесь главное, чтобы равномерно была потрачена такая чаша весов, чтобы и бизнесу было уделено достаточно внимания. И семья это должна понимать, что, допустим, бывают какие-то дела, которые необходимо решать и где-то задержаться на работе. Но и семья, конечно, она, когда ты приходишь домой, ты должен быть семьей и немножко абстрагироваться от бизнес-процессов, от звонков и так далее. То есть это все зависит от человека, от того, как он расставляет свои приоритеты в жизни, потому что надо еще найти время на спорт, надо еще найти время на какое-то хобби, на отдых, на путешествия. Это такое колесо жизни, которое просто сам человек должен соблюдать. Я занимаюсь рисованием довольно плотно. Есть там даже какие-то свои сайты, свои изделия, которые я создаю и продаю отдельно, непосредственно от этого бизнеса. Посвящаю этому примерно 6-8 часов в неделю на постоянной основе уже несколько лет, там лет 5-7, наверное. Вот. Не прекращаю заниматься спортом, так как бывший спортсмен у меня как бы три раза в неделю ежедневные, еженедельные тренировки. То есть спорт у меня тоже где-то 6 часов в день. Вот. И стараюсь все-таки, сейчас пока сложно, но стараюсь выезжать и путешествовать, потому что кругозор надо расширять, надо смотреть на других людей, на другие страны, перенимать другой опыт. В принципе, вот так отдыхаю, люблю много читать, люблю учиться. Это, в принципе, мне доставляет удовольствие. Все тянут энергию с руководителя, и он должен давать энергию своим сотрудникам, подчиненным, коллегам. Он должен заряжать, как бы, свой коллектив, своей энергией. Потому что если руководитель будет пассивен, скучен, неинтересен, неразнообразен, то бизнесу ему придет хана. Это первое. Второе, конечно, необходимо быть требовательным к себе в первую очередь, к своим целям, к своим задачам. И, соответственно, это же самое требовать от своих сотрудников. То есть задачи должны выполняться, планы должны продаваться, изделия изготавливаться, должны быть четкие цели, приоритеты, и все должны понимать, что это должно быть сделано. Ну и, наверное, это какая-то креативность и желание развиваться. Самое тоже важное, третий пункт, потому что ничто не стоит на месте, и необходимо постоянно подпитывать себя новыми знаниями. Издревле казахи уделяли особое внимание посуде. У каждого члена семьи она была своя. Кто бы не вошел в юрт, он сразу мог определить, в каких родственных связях находятся сидящие за столом, и каковы их взаимоотношения. В зависимости от того, какое блюдо ставят перед гостем, можно было понять, насколько уважительно к нему относится хозяева. К сожалению, сегодня традиционная посуда казахов из дерева встречается крайне редко. Конечно, мы не сразу начали делать национальные изделия. Сначала мы изготавливали различные мебель, мебельные гарнитуры, резные столы, резные шкафы. В общем, мебель, которую никто никогда не делал до нас в городе, это именно мебель из натурального дерева с применением ручной резьбы. А уже ближе к 2000-м годам, уже когда потихонечку Казахстан стал более таким национальным, когда у него появились уже какие-то свои потребности, так скажем, в национальной посуде, в национальных каких-то атрибутах, появился спрос. И мы первые, кто начали изготавливать в производственных масштабах, а стал. То есть наш шеф случайно увидел, он был в гостях, кто-то его куда-то пригласил, где-то они в юрте сидели, и ему подали бешпармаки за стал. На тот момент это была большая диковинка, потому что в основном кушали с подносов, с фарфоровых блюд, с железных блюд. А именно состав кушали только те, у кого когда-то остались, состав от предков, от родственников. И вот Юрий Егорыч очень ухватился за эту идею, ему она очень понравилась, потому что на тот момент, еще это вот 20-25 лет назад он увидел в этом перспективу. И мы начали потихонечку изготавливать национальные вот эти предметы именно для подачи национальных блюд. Это астау, потом пошли кисешки для кумыса, потом пошли ажау для розлива, тегеши, потом уже это пошли национальные столы круглые, потом сундуки и дальше больше. И сейчас, на данный момент, мы уже изготавливаем 180 видов в постоянном ассортименте различных национальных наименований, начиная от каких-то небольших тарелок для сухих насыпок курта и заканчивая тронами в виде барсов с гербами в национальном стиле. Несмотря на то, что он хочет определить, если и качество дерева или склейку, то, конечно, это нужно смотреть на текстуру древесины. Мы, к примеру, возьмем тарелочку. Дерево, вот это, в частности, береза, она бывает очень разных оттенков. То есть она, в данный момент, это темная береза, склеена из двух частей. Для тарелочек это допустимо, для астау недопустимо. То есть осталось склеивать нельзя по древней технологии. Мы их всегда делаем из цельного куска дерева. Для тарелочек это допустимо. Нужно, конечно, смотреть на то, чтобы в первую очередь не было гнили. В изделии это каких-то темных полос, каких-то трещин, которые могут в дальнейшем развиться, и изделие может лопнуть. Каких-то крупных выпадающих сучков, потому что все люди почему-то боятся сучков, на самом деле их бояться не нужно. Это ветки дерева, это и есть сучок. Одно изделие может сделаться за 15 минут, какая-нибудь простая чашка. Бывают изделия, которые могут делаться целый месяц, допустим, группой людей, которые сложно в резьбе, в каких-то доклейках, какой-то сложной покраски. Поэтому это все очень индивидуально абсолютно. Нельзя сказать, что изделие делается столько же. Если взять, например, какое-то простое изделие, скажем, вот эту вот вилочку, в день их можно сделать штук 15-20, например. Если сюда мы уже будем наносить какую-то сложную резьбу или как-то сложно красить, естественно, это удлиняет время. Как известно, посуда – совокупность приборов как для приготовления еды, так и его подачи и потребления, хранения и транспортировки. Виды и типы посуды зависят от природно-климатических условий, от образа жизни населения, специфики его хозяйственных занятий. В казахско-традиционной среде в соответствии с требованиями кочевого быта на отрифе изготавливалась в основном из дерева кожи, а также рогов животных и отличалась повышенной прочностью. Издревле применялась также посуда из металла и обожженной глины. Узоры же на традиционных посудах были не только украшением, но и имели магический характер, играли роль оберегов от порчи из глаза, заклинаний, тем самым обеспечивая чистоту, содержимое в них пищи. Для начинающих, ну, в первую очередь, конечно, чтобы как можно раньше начать заниматься бизнесом, потому что с годами, вот мне сейчас 33, и вот сравнивая себя там даже с 23-летним возрастом, я понимаю, что чем старше мы становимся, тем более деревянным мы становимся. То есть мы уже где-то не рискуем, мы уже где-то себя сдерживаем, мы уже где-то лишний раз подумаем, хотя надо действовать. Может быть, это, конечно, где-то и правильно, но с другой стороны, пока ты молодой, ты должен за все хвататься, все пробовать. На этом мы завершаем нашу программу про бизнес. С вами была Альмира Сатыбаева. Смотрите нас каждый понедельник в 6 часов вечера. Ну, а мы поделимся с вами маленькими секретами больших профессионалов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова